Времена, когда многие из нас смотрели пережатые DVD-сборники а-ля 20 мультфильм... Майни, мы с вами, всем привет, и сегодня с реакцией на видео с канала Уголок А, окра называется, но правдивая история Красной Шапки и её провальное продолжение. Мы запомнили эти мультфильмы иначе, давайте посмотрим. Правдивая история Красной Шапки. Дешёвый мультфильм, который, несмотря ни на что, покорил кучу зрителей. Я его в детстве раз видел. Это в мультфильм гораздо более рады, чем вы его помнили. Откуда взялась эта фишка с разными версиями одного события? Почему продолжение Красной Шапки провалилось и что пошло не так? Как русский перевод делал с героями странные вещи? Сегодня мы во всём этом разберёмся. Я его в детстве видел, но мне оказалось не таким ужасным. Хочется окунуться с головой в воспоминания о чём-то приятном, а мультфильм так, что ты смотрел об играх... Автор покушает, получается, ну, вы понимаете, тоже покушает. Я антимайни, я очень зол, я украл вашего глупого блогерка, потому что... Потому что я появился в магазин, и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой. Но в Майнишоп уже скидки в честь открытия, поэтому, ребята, донаты, стим-пополнение, всякие геншины, Бравл Старсы и прочее. А также добавился робокс и все игры с Майкрософт и Xbox. Приходите, смотрите ссылка в описании. Всем массовый здрев. Как известно, жизнь многогранная штука, и на неё можно посмотреть с разных углов. Как часто вы попадали в конфликтные ситуации, где у каждого участника был свой взгляд на то, кто прав, а кто нет? Любой человек — это индивидуальность со своим набором знаний и опыта, и каждый может анализировать какое-то событие по-своему. И это часто используется в искусстве. В детстве меня очень впечатлил комикс-сюжет про Человека-паука под названием «Возвращение Зелёного Гоблина». И в данной истории нам показывали одну сцену два раза. Первый раз от лица, собственно, Человека-паука, где всё очевидно. Паук говорит своему врагу, Зелёному Гоблину, что не будет сотрудничать со злодеем, а тот ему в ответ угрожает. Но вот уже второй раз нам показывают всё это от лица Зелёного Гоблина, и это по-своему жуткое зрелище. А дурманиной сывороткой, что превращает отрицательного персонажа... Именно так круто, на самом деле. Он видит Паучка как настоящее чудовище. Вокруг Паука в больном сознании Гоблина виднеются призраки. А ещё он слышит голоса с довольно противоречивыми заявлениями от «убей его» до «поцелуй его». Было бы странно, если бы комикс пошёл в направлении последней фразы. Но два человека — это маловато. Как насчёт восьми человек с разными версиями восприятия событий. Так было в фильме «Точка обстрела», где было совершено покушение на американского президента. И мы видели аж восемь линий взглядов со стороны различных людей, которые потихоньку дополняли картину, что собиралось в единый пазл. Есть даже такой термин — «эффект Росюмона». Назван он в честь классического фильма Акиры Куросавы «Росюмон», где было убийство, которое по-разному описывали четыре свидетеля. С помощью данного эффекта можно показать субъективность одной и той же ситуации со стороны разных личностей. Вы могли даже видеть этот самый эффект Росюмона, но при этом не понимать, что это вообще он. Например, в восьмом эпизоде «Звёздных войн». И это касается той самой сцены, которая вызвала немало боли у поклонников франшизы. Мы сначала видим сцену со стороны персонажа Кайло Рена, где его учитель предательски поднял на Кайло световой меч и ученик защищался, ведь не хотел быть убитым. А позже мы видим ту же сцену со стороны Люка, где он говорит, что это было временное наваждение, которое вызвало у него стыд, и, конечно же, он не собирался совершать убийство. Действительно, с кем не бывает. Также показательно седьмая серия второго сезона «Южного парка». В нём персонажи застряли в автобусе, и им остаётся только вспоминать, что было в прошлых сериях. Однако их воспоминания, очевидно, полны отсебятиной. А в тот раз мы всё называется влябались. Это дубина Картман, всё было совсем не так, да блин? В какой-то момент мы видим своими глазами, как один из мальчиков выходит из автобуса, после чего его съедает жуткий монстр. Но чуть позже персонаж Кайл вспоминает ту же ситуацию иначе. В его памяти монстр после съедения пацана раздаёт всем другим героям мороженое, ведь персонажи жутко хотят это лакомство и фантазируют о нём весь эпизод. То есть, по сути, вы сами становитесь одной из сторон эффектора Сюмона. Как зрители, вы видели, как всё было на самом деле. А потом уже наблюдаете приукрашенную фантазию ребёнка. А к концу эпизода ваше, казалось бы, объективное восприятие не имеет уже никакого значения. Ведь всё оказывается сном одного из персонажей. Так вот, скорее всего, такой подход вы наблюдали не в старом азиатском фильме 50-х, а в правдивой истории «Красные шапки». Я вообще не помню. Я больше его смотрел, и он сказал странный. В некоторых интерпретациях на месте волка был оборотень и даже огар. Я уже не говорю про те вариации, где «Красная шапка» вообще не доживает до финала сказки. В советской мультипликации в историю «Красной шапочки» добавляли Петю Иванова, вот этот кроссовер, который мы заслужили. А в нулевые Шрек показал, что пришло время переосмыслять сказки в новом ключе, чтобы быть интересным для зрителей. В результате в 2005 году вышла очень недорогая по бюджету правдивая история «Красной шапки». И если вы не можете покорить зрителей красивой картинкой, то самое время обратиться к нестандартной концепции подхода, казалось бы, привычной сказки. И мне нравится, что это выражается буквально в самые первые секунды, где нам подают историю в формате криминальных хроник. «Красная шапочка». «Но в каждой сказке скрыто больше, чем кажется. Не стоит судить о книге по обложке». Не хватает только вот таких вот дисклеймеров. «Статус, я напоминаю, от меня мы сейчас за невиновным, поемка и вы вновь не будете установлены. Итак, вначале нам показывают уже развязку событий, после чего детектив пытается разобраться, что произошло, опрашивая каждого участника инцидента. И если вы, как и я, смотрели этот мультфильм давно в детстве, то готовьтесь к тому, что он будет восприниматься слегка иначе. Нет, осознание может прийти не сразу. Вначале вы посмеетесь над местными забавными диалогами. «Я красная шапка, потому что ношу такую». «А вдруг ты ее не наденешь?» «Всегда надеваю». Но постепенно вы будете осознавать, насколько графика встатая. Да, во времена, когда многие из нас смотрели пережатые DVD-сборники а-ля 23 мультфильма в одном, «Оно когда что-то стилистическое, я сейчас понимаю, что это все-таки было». «Качество не то, что можно было особо рассмотреть. Но теперь-то все иначе. И вначале я успокаивал себя тем, что мультик старый, вышел он давно и не надо вообще придираться. А потом я просто залип на вот этот вот жуткий кадр. Эту голову будто бы прилепили вообще от другого персонажа. Или это скорее даже похоже на пластиковую маску, которая шапка налепила поверх своего реального лица. Короче, я не могу найти ни одного оправдания этой сцены. Второй аспект – это русская озвучка. Не помню, чтобы она напрягала меня в детстве, но сейчас русский дубляж местами резал мой слух. Даже на этом пиратском диске с гордостью написано, что «Елка озвучивает шапку». Но не то, чтобы этим стоит гордиться, просто послушайте ее. Я не могу сказать, что в оригинале персонаж сильно эмоционально говорит, но в русской версии иногда в голосе эмоции будто бы при смерти. Зато она хорошо поет. Но именно это и делает сцену странной. Ты слышишь, что озвучатель за кадром прямо поет с подачей, но все это упирается в это мертвое лицо и ленивое движение губ шапки, которое невозможно... Я сапочка, у меня очень весело, я еду, птички поют. Как круто мне, все вокруг танцуют, но не я. Я еду на велосипеде, бля. При такой песне... Вот так надо было. Так что недоигрывание голосом даже в каком-то плане органично моделькам шапки. Ну а вот за озвучку волка тут отвечает Гарик Сукачев, и я не могу сказать, что он не подходит. Ну что, вот так вот будем зеветь и обсуждать, как я потолстела? Но при этом, опять же, есть забавные реплики, которые явно были записаны с первого дубля и без особых ухищрений. Вас зовут Волк? Зови меня Лайла, я люблю прогулки и полевые цветы. Но главное преступление дубляжа не в этом. Раз уж они все равно звали на дубляж звезд, почему на этого персонажа не позвали Бориса Гребенчакова? Но горная ведьма наложила заклятие, наложила заклятие 37 лет назад. И теперь все, что говорю, я пою. Я считаю, это упущение космического масштаба. Но при всем, что я сказал, мульта клевые. Помимо того, что он попросту довольно забавный, он действительно показывает, что казалось бы, отличная ситуация может быть совсем не такой, какой показалась на первый взгляд. Волк совсем не злодей, а журналист, который как раз-таки пытался разобраться, кто совершает противоправные действия в лесу. И он, в свою очередь, подозревал, что это как раз-таки красная шапка злодей. Лесник, который со стороны может показаться могучим персонажем, что пришел и разрулил ситуацию, на деле вообще случайно попал в дом. Да и не является настоящим лесником, если уж на то пошло. Удивительно, но я даже сейчас при просмотре смог купиться на обманке мульта. Вот бабушка появляется в небе над красной шапкой, чтобы сказать мотивирующую речь. Но очевидно, что это просто метафорический образ. Голос в ее голове. Аннет. Как потом выясняется из истории бабушки, она реально была в небе, просто с парашютом. Более того, сейчас уже имея некую большую насмотренность, ты замечаешь детали мультфильма, которые раньше проходили мимо тебя. И если отсылка на фильм 3Х оказалась очевидной и в детстве, то как насчет вот этого кадра? Я уверен, большинство из вас никогда не обращали на него внимания. Ну, просто кроты в одежде. Однако сейчас я смог считать этот кадр. Они одеты как члены Village People, популярной группы 70-80-х. Да, даже уход вот в такие гепы тут проявляется. Но является ли история идеальной? Я бы не сказал. На мой вкус, мульт слегка буксует, когда заканчивается линия с разными версиями событий. Далее повествование малость топчется на месте, с этой грустной песней на фоне безысходной шапки. Впрочем, дальнейший экшен, где злодею-кролику дали показать возможность боевых ушей, все это искупает. И в конце был даже дан намек на дальнейшее возможное развитие истории. Я хотел предложить вам поработать со мной. Мне бы пригодились свежие таланты, вроде вас. И что это за работа у вас такая? Хочу обсудить с вами инициативу Мстителей. Мстители! Но при этом я сомневаюсь, что создатели реально верили, что это может куда-то вылиться. В большой прокат пошел откровенно дешевый мультфильм, не от какой-то крупной студии, вроде Диснея или Дримворкс. Тут, дай боже, выйти в ноль по сборам, но оба-на! Мультфильм собирает по кассе в три раза с лишним больше, чем он стоил. Это был реально неожиданный успех и, наверное, редкий случай, когда интересный подход к истории стал для зрителей более подкупающим, чем его визуальная форма. Обычно в кино бывает как-то наоборот. Так что продолжение было лишь делом времени. Но только... Зачем? Не, понятно, чтобы заработать денег. Но с концептуальной точки зрения шапка вообще не нуждалась в сиквеле. Фишка с разным взглядом на один инцидент уже сыграла свою роль. Так что была необходимость в новой фишке, которая смогла бы выделить вторую часть на фоне дорогостоящих конкурентов. И этой фишкой в результате оказалось создание абсолютно стандартного мульта. Ну да, ведь шапку очень ценили именно за непрекленность. Итак, спустя шесть лет после оригинала выходит красная шапка против зла. Читать книги сейчас уже не модно. Фильмы намного лучше. Особенно сиквелы. Ну-ну, ага, конечно. И теперь у сиквела бюджет побольше, так что визуальная часть, наверное, будет точно радовать глаз. Группа Альфа, ждите приказы на штурм. Блин, что стало с губами лягушки? Персонаж сделал неудачную пластику, но все делают вид, что все нормально, дабы его не обидеть. С выражением лиц тут тоже бывает беда. Тот, кто съест его, становится непобедимым. Получает суперсилу и суперразум. Здорово. Ее лицо, очевидно, выражает недовольство, ну или там на крайняк пропитано сарказмом. Но в контексте диалога этими эмоциями вообще не пахнет. Фиг с ним, шапку мы любили не за визуальную часть, а за юмор. Мне кажется, то, что почти в самом начале нам выдают вот такую вот шутку. Ну все, жениться уже не надо. Многое говорит о местном уровне юмора. И судя по всему, русским переводчикам тоже не зашла местная юмористическая часть. И они решили добавить в мульт вот такие вот забавные фразы, которые, разумеется, не имели никакого отношения к оригиналу. Секретный ингредиент не указан в рецепте. И на словах не передается. Я не на битве экстрасенсов. Нам крышка, а я еще в кривлении спел. Часто от себя тена действительно прикольная. Поцелуй меня в шапку. Расскажи мне про ведьму. Я тебе что, братья Гримм? А иногда переводчики выдают довольно странные извлечения. Вот определенный момент в оригинале. Камфи-пу, Эбигейл. Мы виделись раньше в 60-х? Кайндс оф Эбламп. Это фразеологизм, который переводится как Плохо помню. Ну, неудивительно. Бабушка все же не молодая. Но вот что на русском. Мы что, встречались? В 60-е? Я тогда злоупотреблялся. Интересное решение. Нет, конечно, и в оригинальной прайсе можно найти нотки потребления чего-то запрещенного. Особенно, когда речь идет про Америку 60-х, где был очень стремительный рост нарк... Но тут хотя бы каждый поймет, как сможет. А в русской версии бабку выставляют в более чем конкретном свете. Еще пару раздунули, и все. Ну, видимо, русские озвучатели решили, что более четко раскрыли персонажа. Это нормально! Я тогда злоупотреблялся. Принято. Вы там принимаете? А еще в русской озвучке заменили все голоса звезд, что были в первой части. Но я не против. Из Ноны Гришаевой шапка получилась точно получше, чем из Ёлки. Итак, по сюжету сиквела шапка отправилась тренироваться в специальный орден, где она избивает тролля за его дерзкие заявления. А вот бабуля твоя ни за что бы не смешала, как трусливая девчонка! Что ты сказал? Что ты сказал про мою маму? И вот выясняется, что бабушку шапку... Вот это легендарный фильм. Такой кринжой по-хорошему, но легендарный. ...высосанным из пальца конфликтом, типа волк в обиде, что шапка была не с ними в нужный момент, а на каких-то тренировках, которые, очевидно, ей так-то нужны. И чтобы достичь своей цели, героям даже нужно обратиться к ролику из прошлой части. Здравствуй, Клариса. Кто такая Клариса? Да, вот такие вот тут тонкие поп-культурные отсылки. Рабочая пародийная вставка, она забавна, даже если вы не понимаете, что тут пародируют. А тут, по мнению сценариста, это смешно, потому что Клариса это персонаж молчания ягнят. Ну да, это тот фильм, который, конечно же, смотрела основная аудитория этого мультфильма и помнит там всех поименно. Люк, используй силу. Что? Прости, пожалуйста, это из другой оперы. Ага, ну, видимо, просто цитирование известного фильма это тот юмор, который мы заслужили. Зато мне очень зашел местный великан. Но, возможно, тут тоже спасибо местному дубляжу, который добавил ему в лексикон всякие плотные слова. Ты сама поняла сейчас, что сказала, а? Или мне чисто послышалось? Испортила мне ужин, а теперь мне еще дело сьешь. Хочняк, да? Поставь арфу, за нее бабки плочены. Также мне нравится символическая задумка, где автобус с персонажами находится на пике и в любой момент может упасть. Но он выравнивается, когда персонажи тянутся друг к другу и приносят извинения за ситуации, где были неправые. Это, наверное, самая интересная находка здесь. Красная шапка против зла не вызывает у меня впечатление какого-то прям позорного мультфильма, который порочит первую часть. Нет. Это просто, скорее, не какущее и ненужное произведение. И в связи с этим забавно, что данное творение выложено на ютубе с названием Мультфильм имеет ошеломительный успех у детей. Красная шапка против зла. Вот только странно утверждать такое, учитывая, что вторая часть треском провалилась в прокате. Я совсем не удивлен, что так вышло. Первый мультфильм был дешевым проектом, но с изюминкой. А второй все же, может, и стал чуть дороже, но при этом так и остался недорогим зрелищем. Вот только лишенным какого-либо креатива, который смог бы выделить его на фоне дорогих анимаций. Из триумфа содержания над формой, шапка стала мало кому нужным зрелищем. Увы и ах. Ну а с вами был Акар. Если вы не смотрели мой прошлый ролик про серию Ночных музеев, которая скатилась до Диснеевской... Ну и интересный ролик. На самом деле, потому что этот мультфильм я смотрел, но я вообще его не помню. Ну это было очень давно. Прям мега давно. Смотрели ли вы этот мультфильм? Напишите в комментариях, как он вам. Хотели бы его просмотреть еще раз. А так, что, всем удачки. Всем пока. Пау.